Привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас за тест новинок пятого каталога Фаберлик. Итак, поехали. Не только пятого, еще и четвертого у нас с вами будет кушончик. Сейчас сначала расскажу вот про эти средства. Новинки пятого каталога для роста волос. Шампунь и бальзам. Что хочу сказать. Шампунь артикул 1770, бальзам у нас с вами 1771. Объемы огромные, хватит надолго. По шампуню отлично пенится, прекрасно промывает, и при этом волосы не спутывает. Вот вообще не спутывает. Моим волосам одного шампуня достаточно за глаза. Одушка, он прозрачный, гелевый, очень плотный, еле-еле уловимый, я практически ее не ощущаю, но волосах вообще потом не чувствуется. Поэтому, кто не любит яркие одушки, подойдет, понравится 100%. Растут быстрее или не растут, но тут эффект как бы накопительный. Есть смысл нанести шампунь на кожу головы и хорошенечко помассировать. Вот, допустим, у меня есть пару массажеров, с которыми я мою кожу головы, кожу головы промываю. Длину тереть не надо. На это и направлена вот эта вся линейка, то есть должно впитываться, должно пробуждать волосяные фолликулы. Каким образом, не могу вам сказать. Я не биолог и не химик, но надеюсь, что работает. Ничего не жет, ничего не печет, как бы все в этом плане нормально. По бальзаму я держала его достаточно долго, знаете, как маску, на минут 20, мне кажется. И что хочу сказать, он мне утяжелил. Он мне утяжелил очень волосы. У меня абсолютно никакого объема. Он весь пропал, но я нанесла на всю длину. Но кончики были как после ламинирования. Вот прям как после ламинирования. Обалденный результат. Кто такое любит, то да, конечно, я оставляю его Ксюшке. Я его использовать не буду. Я люблю, пусть мои кончики выглядят пушистыми, но чтобы был объем. Я не люблю вот это вот Ксюшке, мне не нравится. Наносить совсем на кончики чуть-чуть не получается. Все равно заезжаешь и все равно теряется объем. Ну, если прям вот совсем аккуратненько на кончики и тут же смывать. Знаете, кстати, вот такие вот бальзамы многие девочки практикуют. Я просто знаю, на сухие волосы уже или перед укладкой, как крем для волос, на ручки выдавливают немножко, наносят совсем на кончики, на кончики приступают к укладке. Работает тоже очень классно. Вот, что хочу сказать. Поэтому бальзам я оставляю Ксюшке. Ей он подойдет однозначно. Шампунь буду использовать сама. В целом линейка очень неплохая, уходовая. Вы знаете, мне напомнило малиновую, которая как у нас с вами эффект после ламинирования, да, экспертовская, тоже вот там у нас трехступенчатая система. Напомнил и шампунь напомнил, и бальзам напомнил. То есть волосы очень ухоженные, но может утяжелить. А, еще что хочу сказать. Утяжелить утяжелил, но, несмотря на все это, волосы быстрее не испачкались. Вот это было у меня удивлением. То есть они висели у меня как сосульки, но совсем вот прилизанные. Но эффекта жирных корней не было. То есть, как обычно, я через день мою голову не было. Они не жирные, они не выглядели жирными, поэтому вот в этом плане зачет. Кому подойдет совсем сухим волосам, подойдет. У кого не совсем сухие, то шампунь смело берите. Как бы нормально всем подходит абсолютно. А вот бальзам не утяжелил. Но впечатление все равно хорошее. Ксюшке его оставляю из расхода на ура. Что мы будем делать с вами дальше? Дальше у нас с вами на затесте. Кушонец коллаген. У меня в самом темном оттенке 67,96. Будем делать макияж. Понравилась, вы знаете, эта пуховочка. Понравилась. Наносить ей удобно. Но вот мыть и стирать в машинке, не знаю, не совсем удобно. Уже несколько раз я им пользовалась. И вроде вот по оттенку, знаете, смотрю, похож на ICO. То есть вот прям похож на ICO. Но на коже не выглядит таким. Давайте я сейчас вам покажу. Кстати, вот эта вот пуховка, она набирает очень много средств. И в принципе здесь в Кушоне очень много средств. У него блок смены. Сюда подойдет сменный блок от Кушона Baby Face. Только они у нас пока есть сменные. Они такие же по размеру. Все универсальные. В этом плане все отлично. Набирает очень много средств. Здесь его прям вот много. Или даже, знаете, не то, что вот много, а оно какое-то более водянистое, нежели в Кушоне ICO и в Кушоне Baby Face. Оно вот более жидкое само по себе. В связи с чем, соответственно, могу с уверенностью заявить, потому что использую уже четвертый, наверное, раз сегодня, он не так хорошо перекрывает несовершенство, как Кушоны ICO и Baby Face. Вот те, они погуще. Их тоже на лице совершенно не видно. Они ничего не подчеркивают. Как бы в этом плане они одинаковые. Но здесь какая-то более водянистая консистенция, более жиденькая. Вот смотрите, приступаем. У меня особенно нечего перекрывать. Но все равно в этой зоне есть краснота и вот эти пигментные пятна. И вот сейчас вы посмотрите. Несмотря на то, что как бы ничего не размазываем, прихлопывающими движениями наносим, выравнивает прекрасно. Вот выравнивает прекрасно. Я уверена, что и ухаживающие свойства, благодаря составу, здесь тоже хорошие. Но перекрывающая способность более слабая, чем у Кушонов ICO и Baby Face. Поэтому я, скорее всего, этот Кушон повторять не буду. Мне больше нравятся те. Сначала на лице он выглядит немножечко таким жирненьким. Чего нет с Кушонами тоже Baby Face и ICO. Но вот водянистая какая-то текстура. Не знаю, как вам написать. Я не знаю, что за сыворотку. Сюда налили. Похож реально на тональную сыворотку. На мой взгляд, Кушон должен быть поплотнее. В некоторых местах прям хочется наслоить. Потому что пигментное пятно, вот видите, он не перекрыл. ICO перекрывает его на ура. Моментально. Прямо чуть-чуть стоит только нанести и перекрывает. Видите, пока все блестит. Вот из зоны все блестит. Удобно, конечно, что здесь вот такой вот кончик. Это достаточно удобно. И цвет, он в принципе подстраивается практически моментально. Вот практически моментально подстраивается. Видите, я вот так вот размазывающими движениями. Кстати, если вот такими размазывающими движениями сделать Кушонай Сеула или Baby Face, то вы можете подчеркнуть себе поры. Если правильно использовать, не подчеркнете. А вот этим нереально это сделать. Вот как бы плюс еще один. Если вы вот так будете наносить, хотите совсем тонкий слой размазывать по лицу, то вы не подчеркнете. Если вы так будете делать другими Кушонами, подчеркнете. Надеюсь, передала, надеюсь, понятно. Так. Но вот в некоторых местах мне хочется наслоить. Хотя вроде как вот выравнивает, но не настолько идеально, как те куфоны. И Т-зона у меня прям блестит. Сейчас готовкой занималась как бы. Она в любом случае у меня блестела. На кухне прям жарко, ещё солнышко в окно светит. Но если бы я сейчас на такую блестящую кожу нанесла афиум, она бы у меня стала матовой. А видите, пока блестит. Он сейчас немножко префиксируется. И этот блеск пропадёт. Но немножко. Не до конца. То есть, подводим итог. Перекрывающая способность гораздо меньше, ниже, хуже, чем у Асиулы и Бэби Фейс, кто пробовал их. Вот этот вот блеск мне тоже не очень нравится. Кому подойдёт? Возрастной кожи, сухой кожи подойдёт? Нормальной кожи подойдёт? Кто любит многослойность макияжа, то есть, кому не сильно принципиально, чтобы перекрывало, да, кто пользуется и консилером, и сверху кушоном, там, ну, пожалуйста, ради бога. Но вот лично моё мнение, я нет. Мне больше те кушоны нравятся. Я не повторю. Так сейчас я пока на губы нанесу. Праймер. Губы высохли прям. И будем с вами дальше делать макияж. Линейка Доза Бест, артикул не скажу. Его здесь нет почему-то. Класс. Убожаю. Что мы делаем с вами дальше? Сейчас покажу вам интересные приёмочки. У нас с вами дальше тени Ицкологен. Я взяла в прошлый раз новый оттенок, хотя не собиралась, но посмотрела свочи и решила, что нравится. Розовый. 56742. И мой любимчик это бежевый. 56741. Вот он бежевый, вот он розовый. Они не очень сильно отличаются, но тем не менее у розового такой более тёплый подтон. А бежевый вообще универсальный, как подложку под тени и так далее. Всё, пожалуйста, как хотите. Но так как я вам бежевый уже показывала, я вам покажу сейчас на себе розовый. А бежевый взяла с той целью, что им я делаю контуринг. Девчонки, контуринг. 56741. Идеальный контуринг. Смотрите, что я делаю. Беру тени. Вообще очень простой, быстрый макияж. Вот так вот ставлю точечки. Я обязательно возьму себе ещё этот оттенок, потому что мне очень нравится, как смотрится. Вот очень нравится нос, где мне нужно я делаю. Вот видите, его практически не видно, но то в то же самое время он создаёт тень именно там, где нужно и смотрится это всё классно. Вроде контуринга, вроде и румяшки. Хотя оттенок такой бежевый. Вот я так носик себе делаю, как мне надо. Прям рисую смело. Вот тут я люблю. Видите, блеск пока не пропадает. То есть если кожа жирная, с этим кушоном вообще будете блестеть. Пудра нужна по-любому. Вот тут я ещё делаю. Вот. Так, точек везде понаставила. Понастаила. Камера вам немножко неправильно передаёт цвет. Ну, по крайней мере, как я вижу. А так зависит уже от модели телефона и цвета его передачи. Оттеночек он немножко тёпленький. Так, вот теперь смотрите, что я делаю. Беру вот так пальчиком. И всё это дело тяну к виску. Растушёвываю. Вот именно пальчиком мне это дело и нравится. Только делаем достаточно быстро это всё, потому что тени мега стойкие. Они быстро схватываются. И, соответственно, у нас контуринг с вами получается тоже мега стойкий. Вот. Видите? Я надеюсь, вам видно. Вот. Я не очень хорошо вижу в свою камеру. Надеюсь, вам цветопередачи позволяет всё хорошо видеть. Постараюсь потом при естественном освещении вам показать всё. Вот здесь дело. Так. Вот. Уже видно, как бы, да? Мне очень нравится. Носик тоже пальчиком аккуратненько. Всё это дело. Ну, если нужно затемнять, как бы, лом, то тоже по линиям. Просто сейчас всегда шапки я это всё равно не делаю. Носик как следует тоже тушуем. Мне очень нравится. Вот. Очень выигрышный оттенок, с которым и не переборщишься, с которым всё будет выглядеть деликатно. Вот вторая сторона. Беру пальчик и круговыми движениями вот так тяну всё к виску. Вот уже тут в некоторых местах начало схватываться. Вот это всё делаем быстро. Лучше одну сторону сначала, потом на другой точке наставить. И здесь. Ну, как бы, где кому идёт. Я вот делаю контуринг не по правилам какого-то макияжа. Я делаю контуринг так, как моему лицу идёт. Оно смотрится более выигрышно. Очень деликатно, очень красиво, но в то же время всё. Всё классно, подчеркнули скулы, всё замечательно, всё здорово. Дальше. Теперь мы с вами тестируем розовый оттенок теней 56742 артикул. Я его наношу кистью. Вот кисть у меня как бы была кривая, кстати, в обзоре заказа. Да, так и есть. Веки блестят. Эта зона блестит вообще жутко. Не проходит блеск у меня сегодня прям вообще. Поэтому нет. Я этот кожу, конечно, использую как-нибудь. Может, до зимы оставлю. Не знаю, мне не нравится. Нет, нормально, цвет хороший. Всё красиво, свеженькое лицо такое сиянье. Но для жирной кожи не рекомендую. Припутривать придётся. Так, и беру кисточку пушистую. И вот этот оттеночек розовой тени распределяю. Хватывается быстро, уже я вам говорила. Поэтому делаем всё быстренько. Этот оттенок можно как румяшки использовать. Как контуринг он такой розоватый, а как румяшки вот самое оно. Навряд ли этот оттенок кому-то сделает глаза заплаканными. Хотя и может быть такое. Он освежающий. Когда вот его растушевываешь, он прям вот освежает. У меня сразу белок. Вот этот он ярче. Особенно сейчас, когда нижние века подведёшь. Нижние века тоже этим же оттенком. Кисточкой подвожу. Красивый оттенок. Вот прям вот эти три. И для смоки ещё самый тёмный. Прям вот мне очень нравится. Хотя я вижу, что у меня как бы... Ну, здесь капиллярчики такие красные в глазике. Но когда наносишь этот оттенок на век, видите, вот прям взгляд сразу автоматически становится свежее. Теперь плоской кистью растушевываю нижние века. Вот таким образом. Сейчас второй. Всё шикарно. Прям вот такой повседневный макияж одним продуктом, ну, двумя оттенками теней, или одним вот этим бежевым сделали весь макияж, и всё отлично. И этот же розовый оттеночек. Мне нравится и бежевый, но сейчас нанесём с вами розовый, на губы. Этот же, который наносили на глазки. Смотрите. Какая красота. Очень красивый нюд. Можно, опять же, пальчиком, если хотите, такой еле... Еле уловимый оттеночек. Можно наслоить. Вот такой вот нюд получается. Камера вам почему-то делает бледнее, но немножко поярче. Очень красивый нюд. Смотрите, какие свежие глазки. Как побелели белки с вот этим оттенком тени. Так, ну, а мне осталась тушь. Сейчас без вас её уже нанесу. И будем с вами стирать капсулы на глистирке. Слуянка. Леснички готовы. Тушь Miss Curl в два слоя. Вот такой вот освежающий, лёгкий, повседневный макияжик. Прям супер-пупер. Тени уже схватились. Нюдовый, красивый, повседневный, освежающий. Что самое главное для возрастного макияжа. Теперь у нас с вами капсулы для стирки соуянка. Здесь их 15 штук. Выходят они не совсем бюджетно, сказать честно. Я буду в поле программе брать, если в душу западут. Так, артикул 331. Что нам обещают? Нам обещают всё, что здесь есть сохранение волокон тканей, защищает стиральную машину, то есть в составе что-то есть против образования накипи, по идее. Освежает цвета, устраняет серость и желтизну, подходит для белых и цветных, устраняет, удаляет различные загрязнения. Я уже загрузила машинку, у меня достаточно загрязнённое бельё. Вот как есть там, она прям, я сейчас вам покажу. Но у меня что хочу сказать? Во-первых, показать капсулу. Вот таких вот 15 штук. Здесь два отсека получается, да, здесь гель. И так вот запаха нет никакого. Я хочу сделать небольшую дырочку, понюхать. Ну, потому что я сейчас в любом случае буду добавлять кондиционер, но мне хочется понять, вообще у этого средства есть запах. Ой, я аккуратненько прям одно проткнула и сейчас немножечко на руку и понюхаю, чтобы вам сказать, тоже может кто-то без кондиционера. Ой, яркая достаточно одушка, приятная. Ну, не прям вот яркая-яркая, но такая вот в целом, как у всей этой линейки. Такая вот цветочная. Что у нас здесь? Что пишут-то вообще? Здесь фруктики нарисованы, цветочки какие-то. Аромат. Выгодно. Одна капсула, одна стирка. Ну, не знаю, насколько выгодно. 15 стирок всегда. Всегда. Одна капсула рассчитана на 3-4 килограмма сухого. Белья сухого. При сильных запрязнений две капсулы. Это вообще не выгодно. Ну, хорошенькая душка такая, цветочная, травянистая, свеженькая. Не сильно бьет в нос. Мне кажется, на стираном белье не будет вообще ощущаться. Я аккуратно сейчас эту капсулу погружаю в машинку. Мы будем запускать стирку. Я в последнее время стираюсь вот такими вот штуками, но с ними и без порошка можно отстирать. Я их выкладываю. Не будем использовать. Посмотрим, как так стирать. Вот я вам показываю. Смотрите, вот рукава у куртки какие. Сейчас второй рукав найду. Чтобы нам с вами проверить на момент отстирывания, они, оба у меня такие, только один. Оба. Вот смотрите, какие грязные рукава. Ну и вообще у меня там кухонные тряпочки, то есть есть что отстирать. Запускаю на режим интенсивной стирки 60 градусов. Я всегда светлые и вот такие вот вещи стираю в этом режиме. На 60 градусах. Без всяких вспомогательных средств. Поехали. Ну и показываю макияж при естественном освещении. Вот так он смотрится. Очень освежающий оттеночек. Прям мне понравился. Зря я на него сначала грешила. Кушон, вот блеск уже немножко с лица подпропал. Все-таки подпропал чуть-чуть. Но тем не менее, все равно есть тазоню. Вот контуринг, оттеночек теней. Красота. Ну что, машинка постирала. Смотрим, рукава достала пока. Но тут немножко желтенькое осталось. Так, здесь тоже слегка желтенькое осталось. Так, греши отстиралась. Думаю, на сухом видно не будет. Сейчас посмотрю другое белье и расскажу. Ну что, просмотрела все кухонные тряпочки, полотенчики. Неплохо. Неплохо. Могло бы быть и лучше. Нашла на одном полотенчике пятнышко. А все остальное как бы отстиралось. Все отлично. Футболочки там все нормально. Хорошо. То есть нормально. Нормально. Загрязнения на куртке были сильные. Нормально. Имеет место быть. Не сказать, что я их буду прочастать. Посмотрю, как они там почем будут выходить по ВИПу. Мы уже сходили, кстати, погуляли, прогулялись. Что хочу сказать. Вот на моей коже, на моем лице кушон, коллаген, он заматировался, но где-то вот на минут 40 кому надо, чтобы он заматировался. Лицо на ощупь прям как будто заблюренное, бархатное. Но это требует времени. Опять же, это требует времени. Поэтому, если вы к этому готовы, то, пожалуйста, ради Бога. Имеет место быть. Вот так макияж хорошо продержался. Тени, я вам уже говорила, никогда не скатываются. И вот оно лицо такое. Есть внутреннее свечение, но я в зеркало вижу, что вот это вот именно вот этот именно жирный блеск, он пропадает со временем. Не знаю, куда он девается, куда он его впитывает, кушон в себя там выбирает или еще что-то. Но вот так выглядит кожа. Что касается вот этого крема спрея 17. В одном это действительно крем, но распылитель сделан грамотно и крем хорошо распыляется. Хорошо на волосы прям. На волосы проверяла на Ксюшке. Потому что мне такое утяжеляет. Мне вот этого многовато. Это прям такая тяжелая артиллерия. Когда волосы убитые, когда кончики совсем сухие, очень хорошо помогают. Очень хорошо. Облегчает расчесывание. Артикул 210. Кому интересен состав. Знаете, по мне прям такой силиконистый, силиконистый. А так смотрите сами. Я не особо всегда вдаюсь в состав. Вы знаете, экстрактов здесь тоже много. Можно на паузу нажать и почитать. Вот. Показала. В общем, я сегодня Ксюшке пробовала расчесывать волосы. Мы ей вчера помыли голову, я ей на кончике нанесла сразу. А сегодня мы ее расчесывали. У нее очень сильно путаются волосы, пористые, вьющиеся. Поэтому их тяжело расчесать. Спит она всегда с распущенными волосами. И с утра встает, у нее всегда сзади вот такой вот пук спутанных волос. Идеально расчесали. Нанесла прям на этот пук, на кончики нанесла. Расчесали идеально. Волосики стали заметно глаже. Поэтому вещь классная. Вещь советую для тех, кто любит. Я, если только вот капельку совсем на кончике, там при укладке и так далее, потому что мне будет утяжелять. Я такой эффект не люблю. Я знаю свои волосы. А так, конечно, вещь классная. Вот я прям на Ксюхе из расхода ее с превеликим удовольствием. Ей очень зашло. У нее волосы прям вот качественно после вот этого спрея меняются. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Ссылочка для регистрации, как всегда, под видео в инфобоксе. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok